МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Пришло время информационной программы о событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и мы, ведущие выпуска, Дарья Белова. И Станислав Тетерятник далее о наиболее заметных темах. Вдоль позаснеженной в чем причина постоянных затуров на дорогах краевой столицы? Лучшие друзья медиков, ученые Наукограда открыли новые алмазы для лечения туберкулеза и азоговых ран. Итоги летнего сезона лучшим футболистом, нападающим и бомбардиром чемпионата Барнолла стал один человек. Криштиан Роналд, наверное. Ты его с Месси тоже сравниваешь, как весь мир? Нет, это два игрока разных совсем. Недельный снегопад, который обрушился на Алтай, наломал немало дров и оборвал проводов. Стихия на несколько дней взяла в плен автовокзала и аэропорт Барнаула, а также спровоцировала дорожный коллапс. Ежедневно происходит около сотни ДТП, однако не все убеждены, что в этом виновата только непогода. А кто еще? Кирилл Политов отправился искать ответ на вопрос. Тянут, потянут, а вытянут больший груз не могут. Главный помощник дальнобойщика – трос. Без него в такую непогоду машину из кювета сложно достать. Сейчас дороги Барнаула покрыты толстым слоем мыла. На сленге шоферов это подтаявший снег в перемешку со льдом. На таком покрытии автомобили скользят и норовят выйти из-под контроля. Нередко случаются аварии. Машинам с низкой посадкой в этом заснеженном ралли не место. Но рискуют и большегрузы. Так сегодня днем на оживленном проспекте на трамвайные пути вылетел автобус. Говорят, из-за гололеда. Благо без жертв. Битву за чистый город коммунальщики начали вроде бы вовремя. Но пока, судя по отзывам автолюбителей, ее проигрывают. На некоторых улицах из-за сугробов минус одна полоса. Отсюда многокилометровые пробки. Добраться из дома на работу вовремя – миссия практически невыполнимая. Впрочем, и обратный путь не легче. Дорожные заторы до позднего вечера. Колеи сейчас нету, но, допустим, сейчас лед везде. Я раз только за неделю увидел, что машины посыпают там песком. И то на трассе. Парковаться плохо. И колея, и вообще, не знаю, снег даже на дорогах, даже на центральных улицах. Колея и вообще нечищенный город вообще. Особенно переулки – это страсть. Из снежной блокады борцы со стихией прорываются с помощью техники и песко-соляной смеси. Ее за прошедшую ночь рассеяли почти 600 тонн. Пока, говорят эксперты, справляются теми силами, которые есть. Если понадобится, привлекут подмогу в гаражах в ожидании боевой тревоги. Несколько десятков машин. Погода непредсказуема, поэтому мы смотрим прогноз погоды, держим руку на пульсе. В случае, если это будет необходимо, будем привлекать сторонние организации. За несколько часов нашего рейда по краевой столице нам удалось встретить лишь одну снегоуборочную машину. А, например, в Новосибирске они ходят стройными рядами. И, судя по интернет-ролику, видно, что такой дневной способ расчистки дорог существенно не влияет на общий трафик движения. Быть может, алтайским коммунальщикам тоже пора выйти из сумрака. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости. Гонщик или не гонщик. В краевой столице инспекторы ГИБДД выясняют причастность Александра Лукашевича к крутым виражам, снятым на видеорегистратор и выложенным в интернет. Напомним, сообщество автомобилистов взорвалось от наглости одного из жителей краевой столицы. Под ником «Мистер Гонщик» он выставлял в интернете записи о том, как нарушает правила дорожного движения. Пробки он объезжал по встречной полосе, по тротуару, причем полному пешеходов и на центральной улице Барнаула. Проезд на красный сигнал светофора, поворот из среднего ряда и другие нарушения, которыми, похоже, гордится «Мистер Гонщик». Однако барнаульские водители настолько возмутились таким поведением каскадера, что передали записи в ГИБДД. Инспекторы установили имя предполагаемого нарушителя и накануне вечером задержали его. Правда, поводом стал неоплаченный вовремя штраф в 300 рублей за превышение скорости. За это ему сегодня суд вынес наказание в виде дополнительной тысячи рублей. В ГИБДД отметили на видео. Из интернета не видно автомобиля и водителя, поэтому привлечь к ответственности за лихачество на городских дорогах именно Александра Лукашевича пока невозможно. В этом связи правоохранители обращаются к автомобилистам за помощью. Возможно, кто-то располагает съемкой, например, с видеорегистратора, на которой видно машину гонщика или его персоны. Продолжаем выпуск. Причины летального исхода каждого четвертого онкобольного – рак прямой кишки. Специалисты считают это заболевание одним из самых коварных, а его лечение одним из самых сложных. Но сегодня алтайские онкологи заговорили о том, что удалить злокачественное новообразование можно без последствий для здоровья больного. В хирургии набирает популярность новая методика по удалению опухолей в направлении коллапрактологии. В чем ее особенности, выясняла Юлия Филатова. В отделении коллапрактологии краевого онкодиспансера оперируют рак первой и второй стадий. Возраст пациентов напрямую на показания к медицинскому вмешательству не влияет. К примеру, на прошлой неделе удаляли злокачественное образование в 77-летней больной. Самое главное – врачам во время процедуры орган удается сохранить. За два года таких операций, их еще называют орган-сохраняющими, проведено около ста. И все они вот в этой операционной. Онкохирурги трудятся там даже сейчас. Заводится полоноскоп и удаляется маленькая опухоль. Все зависит от размера опухоля. То есть маленький опухоль первой стадии. Раньше после такой процедуры пациент часто просто лишался органа, становился инвалидом и без помощи со стороны уже не мог обойтись. В течение последних двух лет это удалось преодолеть благодаря проведению процедуры непосредственно в прямой кишке. Весь процесс выводится на монитор. Послеоперационное восстановление почти во всех случаях проходит без рецидивов. Сложным такое вмешательство не является. Еще среди преимуществ данной методики – малая травматичность, сохранение физиологических функций органов, улучшение качества жизни пациентов. Данные пациенты, которых мы берем на орган-сохраняющие операции, проходят тщательный отбор. К большому сожалению, не всех пациентов мы берем на данную тему операции, только те, которые вкладываются в понятие онкологического радикализма, чтобы нам выполнить данную операцию и выполнить ее радикально, и не было в последующем рецидивов опухоли. К сожалению, рак прямой кишки в числе диагнозов лидеров по онкозаболеваниям. Из 10 тысяч, находящихся сегодня на учете больных, 6% с этой коварной опухолью. А новая оперативная методика может быть применена, увы, не ко всем из них. Хотя основным методом лечения рака пока остается только хирургический. Юлия Филатова, Александр Антропов. Наши новости. Увеличить эффективность лечения туберкулеза до 40% такое станет возможным благодаря открытию бийских и новосибирских ученых. Об этом и в других новых разработках специалистов наукограда расскажет Наталья Кондакова. На первый взгляд перед нами обычный крахмал. Это не совсем так, поясняет старший научный сотрудник лаборатории Дмитрий Глазев. Порошок не что иное, как полисахарид биологического происхождения. И что особенно любопытно, новое вещество может быть использовано в лечении туберкулеза и ожоговых ран. Ученые ФНПЦ Алтай и Новосибирского центра клинической экспериментальной медицины задались целью создать технологию и опытно-промышленное производство по получению таких биополимеров. В данном случае окисленных декстранов. Мудреные названия для тех, кто не связан с химией. Коллеги в Новосибирске показали, то есть разработали способ окисления при помощи перманганата калия, что позволяет обеспечивать большую активность этого биополимера. За счет этой активности мы можем сорбировать на этот биополимер различные лекарственные формы. В первую очередь они работали по противотуберкулезным препаратам из-за аниазид, ну или по-другому гидрозид из-за никотинового кислота, то есть лекарства, которые используются для лечения туберкулеза. Исследования показали, использование окисленных декстранов может увеличить эффективность лечения туберкулеза до 40%. Кроме того, снизить побочные действия лекарств на другие органы человека. В лаборатории, где сегодня изучается применение ультрадисперсных алмазов, не только в медицине, но также в электронике, машиностроении, создан опытный образец установки. В результате доклинических исследований возможна организация промышленного производства противодуберкулезных лекарственных субстанций. Реализация такого проекта в 33 миллиона рублей рассчитана до 2014 года. Задача по госконтракту по производительности 500 килограмма кислого декстрана в год должно выдавать наше опытное промышленное производство. В октябре 2011 года к ученым ФНПЦ «Алтай» обратились специалисты Алтайского завода прецензионных изделий. Нужны технологии, которые за счет нанесения металлических покрытий улучшат качество и долговечность режущего инструмента. Этой работой мы занимаемся уже более года. Получен определенный ряд результатов, которые нам позволяют получать инструмент, удовлетворяющий заказчик. Изучением применения ультрадисперсных алмазов «Гальваники» ученые БИСКО особенно активно занимались в 80-е годы. Эта работа, заявленная по государственному контракту оборонно-промышленной направленности, продолжится и в дальнейшем. Наталья Кондакова, Иван Зяблицкий. Наши новости. Телевизионный вечер продолжит местные новости бийских и рубцовских коллег. А для зрителей Краевой столицы приготовлены две рубрики. В «Надежде на чудо» Юлия Гада расскажет о непростых испытаниях, выпавших на долю нашей талантливой землячки, танцовщицы Елены Игнашиной и маленькой девочки Лизы Батуевой. Житейские истории Маргариты Беловой посвящены известному балалайшнику Игорю Бабушкину и его музыкальной семье. Ну а прямо сейчас спортивный обзор Юрия Борлиса и прогноз погоды. А мы Станислав Тетерятник и Дарья Белова. Благодарим вас за внимание. До встречи. До свидания. Здравствуйте. Хоккеисты Алтая, основная взрослая команда, легко разгромили новоуральский кедр в гостях. 6-0. Рано было радоваться. Вчера соперники встречались повторно. Алтай дрогнул 2-4. Варнаульский спорткомитет и Федерация городского футбола наградили участников летнего сезона. На добротных полях с искусственным покрытием соревновались 48 команд. Это только в мини-футболе. Ежедневно. Плюс ветеранская лига. Плюс более 50 детских команд в различных турнирах. В этом году появилась также школа судьи. Ищут и готовят талантливых молодых ребят, чтобы впоследствии обслуживать все-все эти турниры. Назвать Барнаул не футбольным городом. Язык просто не повернется. Становится гораздо интереснее. Приходят новые люди, новые игроки, новые судьи, новые тренера. И, так скажем так, это приносит большую изюминку в наш чемпионат. Денис Мочилов. Футболист, выигравший два чемпионата за лето. Мини-футбольный в составе Сибы Наргамаша и на больших полях за ИФК Барнаул. Он же и лучший бомбардир. 30 мячей. Правда, обошел его в параллельной такой мини-футбольной конкуренции Сергей Щукин. 31 мяч за Новокс победителя второй лиги турнирали. То, что в большом футболе немного не получилось по состоянию здоровья, здесь ты максимально реализуешься, как считаешь? Ну, я считаю, да. То есть я уже с этим смирился. Ну, играть-то охота все равно же. Поэтому пытаюсь реализовать какие-то свои мечты. Лучшими бомбардирами в золотой и серебряной мини-футбольных лигах выходного дня стали Константин Полухин и Александр Трошков. Оба по совпоению остановились на цифре 26 забитых мячей. А сильнейшими в этих дивизионах стали команды «Спортлайф» и «Спартак». Удивительный показатель ярким рекордом вписала команда «Волки». 16 матчей подряд без поражений. 17 поправил на сцене их капитан. Мы ведь и сами считали. Выходили, как на последний бой. Бились, пластались. Играли в свою игру. Трудились. Больше нет слов. Откуда такой характер? Закаливала улица. Опытный юношеский тренер Станислав Корингин привел к чемпионству во второй городской лиге команду «Динамо-95». Речь о большом футболе 11 на 11. Работу тренера потом оценят по тому количеству, сколько ребят заиграло на профессиональном уровне. Наша задача – помочь им туда интегрироваться в большой футбол, прийти в профессиональный футбол. Ну а этот с виду простой парень сорвал весь куш-2012. Виктора Липина признали лучшим нападающим, игроком в целом и бомбардиром чемпионата Барнаула в первой лиге. Кроме него нельзя забывать, конечно, что вратарем всех вратарей летнего мини-футбольного сезона признан Антон Харитошкин команды «КамАЗ». А игроком всех игроков – Дмитрий Ропельт из «Омеги». В планах городской и краевой администрации реконструкция и строительство двух новых спортивных залов для мини-футбола. Эти объекты предположительно будут на стадионах «Лабиринт» и поселка «Южный» в течение года-двух. Нам не страшен белый снег. Все уже давно поняли, что зима заглянула в Сибирь раньше декабря. Слово ведущей прогноз погоды. До свидания. Говорят, лучший подарок сделан из своими руками. Также важно, чтобы он был желанным и нужным. И главное, чтобы дошел до адресата, которому он жизненно необходим. Подарок от телезрителей проекта «Надежда на чудо» видеоплеер получил Никита Рейнгарт. Мальчику всего 4 года, но он уже перенес две операции. В прошлом году ему удалили почку. В этом вырезали опухоль на оставшейся. Никите предстоит реабилитации и лечение. А значит, не один месяц ему придется провести в детской краевой больнице. Хотелось бы поблагодарить всех, для кого просьбы ближних не остаются без внимания. В недавнем выпуске мы рассказывали о Третьяковой Насте из села Макарьевка. Стремительно развивающейся опухоль мозга маленькой Анастасии вызвались прооперировать московские врачи. Однако для того, чтобы пройти полную диагностику, девочке нужно отправиться в столицу. Просьба собрать деньги на билеты также не осталась без ответа. Пусть сумма и не такая большая, но и за это спасибо говорит мама. Нам передали 33 тысячи. Мы надеемся, что нам их хватит на поездку в Москву. Большое вам спасибо за здесь участие. Надеемся, что своевременное лечение получит и маленькая бейчанка Лиза Батуева, пациентка онкогематологического отделения. Помощь необходима срочно. Девочка особенная и случай очень тяжелый, поэтому очень важно, чтобы историю Лизы узнала как можно больше людей. Ведь для операции необходима большая сумма – 3 миллиона рублей. У трехлетней Лизы рак мозга обнаружился недавно. Никаких отклонений, задержек в развитии не наблюдалось. Напротив, девочка отлично для своего возраста рисует и отличается спокойным, ласковым характером. Трогательно, с любовью о ней рассказывает бабушка, Любовь Ивановна. Это вот она у нас с роддома, забирали мы ее. Здесь она у нас любила в саду, вот какая была кругленькая, толстенькая, хорошенькая. Здесь вот тоже в больничке она, в шапочке, потому что лысенькая, вот, со своими любимыми куколками. Жизнерадостная и улыбчивая Лиза заболела простудой. Медики поставили диагноз – пневмония. Лечение продолжалось, но не помогало. После компьютерной томографии выяснилось – у Лизы опухоль головного мозга. Девочку в срочном порядке прооперировали, но опухоли далили только частично. Я как бы мать-одиночку. Нам долго не давали место в детский садик, как бы, у меня ничего. Ну, не было содержать. Я пошла работать в детский садик, очень воспитательная, как бы, и езжку в садик. Ну, месяц уходили в садик, и все. И вот у нас такая беда случилась. Несмотря на тяжелое материальное положение, родственники и знакомые семьи Батуевых собрали 500 тысяч рублей самостоятельно. Еще 300 пожертвовали неравнодушные бейчане. Однако только на лечение за границей требуется еще более 2 миллионов рублей. К сбору средств подключились не только друзья, но и волонтеры БИСКО. Кто-то вот на телефоны закидывает деньги, кто-то на счет. То есть мы создали группу, поддержку в лизе, помощи, уже как бы расклеили листовки по городу. Ждать и медлить нельзя ни минуты, иначе мы можем потерять нашу крошку маленькую. Болезнь всегда непредсказуема и коварна. Она может настичь и ребенка, и взрослого, казалось бы, пышущего здоровьем, сияющего молодостью, жизнерадостностью и красотой. Именно так случилось с 26-летней Леной Игнашиной, выпускницей Алтайской академии искусств и культуры. Артистка шоу-балета «Тропикана», талантливая танцовщица и просто лучистый человек, который любит свою работу, а главное – жизнь. В 2010 году Лена перенесла инфекцию, лечилась и даже не подозревала, что на фоне простуды развивалось другое заболевание, которое врачи никак не могли обнаружить – тромбофилии и тромбоэмболии легочной артерии. После операции произошел рецидив, и сейчас тело Лены, прекрасно танцующей на сцене, больше ей не подчиняется. Бесконечные судороги, нарушения речи, госпитализация и лечение, но только уже за свой счет. Друзья и коллеги, узнав о том, что Лене нужна дорогостоящая операция, забили тревогу. 21 ноября в ДК Барнаула состоится благотворительный концерт «Подари надежду». В нем примут участие 18 творческих коллективов Края. Репетиции уже ведутся. По последним данным было собрано около 200 тысяч. Этого, конечно, мало. Только на операцию надо 400 тысяч. Плюс Лену еще надо перевезти в город Москва. Копилки работают, и мы все-таки надеемся, что соберем нужную сумму и пойдет либо на операцию, либо на лечение. Мы часто говорим, что денег на жизнь не хватает, подразумевая нехватку средств на одежду, отдых или будущее. Но иногда денег на жизнь не хватает в прямом смысле, потому что ее цена очень высока. Юлия Годар, Павел Лауронин, Николай Шелко. Наши новости. Сегодня в программе «Житейские истории» Игорь Бабушкин. Известный далеко за пределами Алтайского края балалайшник, организатор и руководитель собственного ансамбля «Отец пятерых детей». Следующие несколько минут рассказ о большой, дружной и, конечно, музыкальной семье Игоря. История, я думаю, уникальная. Вот когда этой Ольге, когда было 10 лет, она была девочкой маленькой, я про нее вообще ничего не знал. Она пришла в музыкальную школу в городе Каменный обид и увидела на стеночке фотографию мою. Я был таким знаменитым выпускником в этой школе. Фотография моя, села там на стеночке, она посмотрела, сказала, что я за него выйду замуж. Красивый, умный. Мне всегда интересно с ним. Он столько много интересного знает, рассказывает. То есть я всегда с большим интересом. Вроде иной раз и знаешь все это уже наизусть. И все равно каждый раз что-то новое открывается, рассказывает. Мы собрали сводный ансамбль из бывших выпускников и людей, которые в этом ансамбле, в училище играли. И поехали с просветительскими концертами. Это у нас была в составе учебного ансамбля, а мы в составе ветеранского ансамбля. Вот там же мы познакомились, там мы, собственно говоря, и поженились. Ну, есть некоторые моменты, которые недопустимы просто. Дети об этом знают. Что? Ну, например, не курить. То есть папа у нас не курит, мама не курит. И, естественно, что? Ну, дети попробовали. Естественно, в 7 лет там, как правило, любопытство берет вверх и пробует. Что еще? Девочек мы стараемся все-таки тоже воспитывать женственными. То есть не забывать, что все-таки они девочки. Скромность, аккуратность. Не всегда, правда, получается. Вот. Потом в одежде. Я не против брюк, но все-таки это удобная одежда. Но все-таки девушка должна быть в любой ситуации, быть девушкой, чувствовать себя. В маме я как бы чаще все рассказываю, чем папе. А с папой, ну, он как бы строгий. Как-то. Ну, не знаю почему. Мама – это большой друг. Конечно. Работаю в музыкальной школе, учу детей на баллайке. Приходят они вечером заниматься, приходят вставшие уже. То есть думаешь, как бы с ними все это сделать, чтобы они и научились играть, и было им интересно, и не засыпали. Ну, то есть приходится думать. Вот, например, с Алексеем у нас иногда приходят домой со школы. Надо переодеться, умыться, покушать. Ну, то есть отдохнуть. Музыкой тоже занимаемся вместе. С собаками там повозиться что-то. Вот. Воды привезти там. С сестрой там поиграться. То в школу, то там в магазин. Охота ей уже учиться. Все. Вот в магазин играем. Считать учиться уже. Ну, первые два года тяжело было. А сейчас уже привыкли, сейчас уже втянулись, и уже встал вопрос, может быть, откажемся от собак. Значит, одному нравится одна, другому нравится другая, третьему нравится третья, четвертая говорит, мне надо выгуливать маленьких собачек. Но в результате, как получилось, что мы не можем отказаться. То есть это вот уже стало нашим таким тоже семейным делом общим. Я хожу пешком очень много. То есть, если есть возможность пройти пешком, какого бы ни было расстояния, какая бы ни была погода, я иду только пешком. Ну, в крайнем случае, если я опаздываю там, если не пробую, конечно, то я, конечно, воспользуюсь транспортом. Но это крайний случай. Вот я хожу по снегу. В этом году хочу. Вот все бытовые хозяйственные дела уже идут только по снегу. Но в прошлом году мне не удавалось это. То есть это довольно трудно. То есть простываешь. Но в этом году пока тепло. Пока мне удается. Я себе в день раз пять, восемь, десять раз ухожу. Самое ценное, что вот у вас? Ну, то, чтобы мы дружно жили и чтобы по жизни так же всегда общались. Не как выросли, разъехались, а чтобы всю жизнь держались вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова